Здравствуйте, в прямом эфире студия Репортер и я ее ведущий Константин Гречан. Сегодня состоялась предпоследняя очередная сессия Одесского городского совета в этом году. Мы будем подводить ее итоги с депутатами Одесского городского совета. Но сначала мы нашим телезрителям зададим вот какой вопрос, эффективно ли работал городской совет в этом году. Уже календарный год и собственно рабочий для депутатов подходит к концу и самое время подводить итоги. Если считаете, что эффективно, звоните по номеру 784-80-81, если считаете, что неэффективно, по номеру 784-80-82. О том, что сегодня было на сессии, мы поговорим с Александром Иваницким, депутатом Одесского городского совета от фракции «Доверяй делам». Здравствуйте. Добрый вечер. И Владимиром Корниенко, депутатом также Одесского городского совета, фракция «Морской партии». Здравствуйте. Добрый вечер. Также к нам по ходу эфира обещала присоединиться Ольга Квасницкая из «Самопомощи». Она немного опаздывает. Если у вас есть вопросы к нашим гостям студии, звоните по номеру 34 92 58. 34 92 58. Александр, первый вопрос к вам. Сегодня были внесены изменения в жилищную программу городского совета. Расскажите подробнее, что это за изменения? Ну, были внесены изменения в части возврата к оплате услуг СДПТ для аварийных и ветхих домов, которых на сегодняшний день у нас насчитывается в городе 951. Это дома, которые были признаны ветхими и аварийными еще в 1971 году. Значит, это те дома, которые были освобождены от уплаты этих сборов в связи с тем, что они были вот таким вот образом признаны как дома, которые не соответствовали на тот момент каким бы то ни было необходимым мерам, либо, значит, в пресоветские времена, то есть они не соответствовали каким-то нормам проживания, да, то есть состояния техническом. Поэтому сегодня, между прочим, город Одесса был единственным городом в Украине, который не взимал услуги СДПТ по данному типу домов. Чем это грозило в итоге для жильцов данных домов? Количество домов, вы понимаете, то есть только растет в этой категории. Сколько их сейчас? Сейчас более тысячи домов, которые являются аварийными и, так скажем, из ветхого фонда, так называемого. Поэтому сегодня основная проблема заключалась в том, что в домах данной категории в связи с отсутствием услуги СДПТ, содержания внутридомовых сетей, дома не могли быть в списке как и текущих ремонтов, тем более и капитальных ремонтов. Поэтому, то есть это была такая категория домов, которые находились в подвешенном состоянии. То есть люди приватизировали квартиры, но состояние, так скажем, грубо говоря, их даже балансов по взаиморасчетам с поставщиками услуг, они не имели права даже получить так называемую прямую субсидию. То есть они не могли, благодаря тому, что их фонд признан аварийным, то есть они, учитывая то, что они не платили эти деньги, не являются платниками, так скажем, услуг по СДПТ, они не могли получить компенсацию из государственного бюджета, из городского бюджета частично на оплату своих платежей, так скажем. Это основная проблема. И еще одна из важных проблем, это то, что невозможно было проводить ремонт, не убиралась придомовая территория. То есть дома реально находились в запущенном состоянии и находятся, к сожалению, в запущенном состоянии. Поэтому это, скорее всего, отход от такого более популистического решения, которое было своего рода принято. Во-первых, где-то есть элемент и социальной несправедливости, потому что, в принципе, те дома, которые в 71 году были приняты ветхими и где-то даже, может быть, аварийными, часть домов уже отселена. Часть домов, которая была на тот момент в нормальном фонде, стала в таком же фонде, да, то есть они не приняты и не переведены. Поэтому люди, проживающие в соседних домах, действительно, достаточно неоднозначно воспринимали эту информацию. Почему мы платим, а соседний дом практически в таком же состоянии не платит. Поэтому сегодня для того, чтобы уравнять вот этот баланс, сегодня у нас уже нет такого понятия, как услуги от жилищно-коммунальных сервисов, как коммунальных предприятий. Есть так называемые управляющие компании, есть компании, предоставляющие услуги. На сегодняшний день все эти дома, они находятся в коммунальной собственности, и, соответственно, они заключат в сегодняшний день договора с жилищно-коммунальными сервисами на предоставление данного вида услуг. Вот график отселения, он идет с опережением, графика, собственно, вот обветшания домов других. Смотрите, у нас несколько неоднозначная ситуация с части отселения аварийных, полуаварийных, ветхих домов. Я имея, как говорится, у меня мой округ сам находится в части вот такого ветхого жилого фонда. К сожалению, даже приходя инвестор, который приходит и который хочет разработать детальный план территории, который хочет, в общем-то, предоставить гражданам, проживающих в этой категории домов, аналогичное жилье уже в нормальных новых построенных домах, натыкается где-то на непонимание того, что люди, в общем-то, иногда требуют неадекватные размеры компенсации, и, соответственно, этот процесс не идет так быстро и эффективно, как он бы должен был идти. Само понятие сегодня очереди, оно, к сожалению, это, скажем, рудимент Советского Союза, и он уже достаточно устарел в понимании того, как. То есть сегодня есть маневренный фонд, который город сегодня действительно, сегодня было принято решение о покупке дополнительных квадратных метров, маневренный фонд города для того, чтобы была возможность отселить для временного проживания людей, проживающих в тех или иных аварийных домах, провести там капитальные ремонты, чтобы люди могли спокойно обратно вернуться и проживать в своих домах. Поэтому эта работа ведется планово. Конечно же, хотелось бы, чтобы она была гораздо эффективнее и гораздо быстрее в сроках реализации. Но есть моменты, которые, это моменты человеческого фактора, в первую очередь, которые, к сожалению, влияют на скорость прохождения вот этих процедур. Владимир, сегодня был вопрос по бюджету. Последние поправки в бюджет 2017 были внесены для того, чтобы освоить те средства, которые, собственно, город не успевает освоить. Расскажите, какие это поправки основные? Там их очень много, конечно, но вот самые-самые основные. Ну, это не последние поправки. Еще последние поправки будут на последней сессии. Я задавал этот вопрос Светланины Николаевне Бедрегии. Там больше будет вопрос о бюджете 2018. Да, но там несущественные. Основные, конечно, были сегодня. Что можно обозначить для дисситов, что немаловажно. На этой сессии мы приняли решение выделения 6 миллионов на ремонт, на текущий ремонт дорог, что действительно важно, потому что мы можем увидеть еще те дороги, внутриквартальные проезды, которые действительно являются аварийными и требуют как минимум хотя бы ямочного ремонта для того, чтобы и пенсионеры могли ходить. Потому что вот у меня округ как раз Черемушки. Там в многих дворах, к сожалению, дороги были в плохом состоянии. В этом году мы сделали определенный сектор работы. Часть моего округа мы перекрыли, но, к сожалению, часть осталась еще не затронутой. Там вот достаточно плачевная ситуация. Поэтому, конечно же, поддержал этот вопрос, как и мои коллеги и депутаты. Также большая часть сумм дотаций была сегодня выделена на различные коммунальные предприятия в рамках ее поддержки. В принципе, по освоению достаточно хорошие результаты. Я знаю, что есть небольшие сложности с освоением областной субвенции и общественного бюджета. В принципе, я думаю, что департамент финансов достаточно хорошо справился в этом году в этих вопросах. Радует освоение департамента коммунального хозяйства, который, в принципе, в этом году намного лучше. И учитывая рост работ, те работы, которые в этом году делаются, это значительно больше процентов, чем в прошлом. Я думаю, что одесситы могут заметить изменения фактически в каждом округе, потому что на сегодняшний день все депутаты являются активными. И каждый старается в своем округе сделать максимум для одесситов. И бюджет райадминистрации увеличен в этом году. В прошлом году он был 3 миллиона, в этом году уже к 5 увеличен. Как думаете, по итогам года останутся ли у нас неиспользованные средства? Или все-таки успеют освоить? Я думаю, что успеют освоить. Единственное, что вопрос остается открытым по общественному бюджету, потому что действительно было много проектов, они сложные. И многие департаменты, в силу специфики разных проектов, им сложно пройти эти все процедуры. Сейчас организовываются тендера по проведению, ищутся подрядчики, техническая документация организовывается. Поэтому вот с вопросом общественного бюджета, ну, конечно, хочется надеяться, что и эти средства будут освоены, потому что эти проекты подавали одесситы, и хотелось бы, чтобы все пожелания наших членов громады реализовались. Ну, тем более, что это такое новшество в этом году, да, общественный бюджет, в принципе, тот бюджет, который формирует одесситы, мы знаем. К нам присоединилась Ольга Квасницкая, представитель фракции «Самопомощь». Добрый вечер. Добрый вечер. Ольга, и сразу к вам вопрос. Как вы оцениваете те изменения в бюджет, которые сегодня были внесены? Действительно ли все средства рационально перераспределены? Ну, средства перераспределены так, как необходимо городу, в первую очередь, потому что мы видели последние решения, которые были приняты только для одесситов, на благо одесситов, потому что выделялись деньги на то, чтобы запустилось тепло, в конце концов, нашим людям, для того, чтобы закончились те объекты, строительство тех объектов, которые являются очень важными для города, это социальная инфраструктура, в первую очередь. Поэтому будем надеяться, что, в общем-то, все было принято в интересах одесситов. Раз уж вы говорили о градостроительстве, то о достройке сегодня было принято решение о том, чтобы достроить два 27-этажных здания на 6-й станции Большого фонтана. Да, было вот много вопросов по этажности, были сомнения насчет того, ну, вот зонинг, в принципе, было мнение, что зонинг запрещает строительство 27 этажей. Но, с другой стороны, 350 семей могли остаться без квартир. Вот как голосовала ваша фракция за это? Ну, смотрите, в этом случае мы должны говорить о неправильной вообще градостроительной политике в городе, которая идет не с сегодняшнего дня, она, в общем-то, достаточно уже укоренилась. И это неправильное планирование территории города. Это, в общем-то, тот преступный зонинг, который был принят и без учета всех необходимых норм и правил. И сегодня, когда мы говорим о том, что пострадали инвесторы, и, конечно же, мы поддерживаем людей и готовы им помочь, потому что я сама в свое время была инвестором и также пострадала от нерадивых застройщиков. И для того, чтобы прекратить вот эту практику, которая преследует нас из года в год, и мы же сталкиваемся с Золотой берег недавно, да, что произошло, также люди были недовольны сейчас. У нас это Животинского, правильно, да, улица? Ну, сейчас мы должны посадить туда еще одну высотку ради того, чтобы спасти вложенные деньги людей, дать им квартиры, потому что они проинвестировали и вложили свои средства. И, конечно же, хотят получить квартиры, и мы их очень понимаем. Мы должны также понимать и другое, что ни транспортная инфраструктура, ни социальная инфраструктура там просто не позволяет жить им нормально. Они будут жить не в комфортных условиях, я имею в виду комфортных условиях относительно самого района. Такая политика является губительной относительно и города, и развития этого города, и привлекательности нашего города. Для того, чтобы не было вот таких проблем, мы постоянно говорим о конструктивном подходе к решению вопроса запуска градостроительного кадастра, системы градостроительного кадастра, на которую выделялись деньги, на которую сегодня, кстати, опять выделилось 3 миллиона дополнительных денег, людских денег, имеется в виду одесситов. Вы имеете в виду фотосъемку? Я имею в виду фотосъемку. Насколько я помню, 5,5 миллиона. 5,5 миллиона, потому что было заложено 2,5, и сегодня дополнительно еще выделилось 3 миллиона. Таким образом, да, 5,5 миллиона мы выделяем для того, чтобы решить фотосъемку, да, сделать топографическую съемку, для того, чтобы, в общем-то, было комфортно нам в дальнейшем. Но на самом деле нам комфортно уже не сейчас. Почему комфортно не сейчас, а сейчас нам? Потому что у нас отсутствует градостроительный мониторинг, который бы полно, открыто, в свое время надавал информацию. Для того же инвестора, который хотел бы вложить свои деньги в объект строительства, он должен зайти в этот градостроительный мониторинг и посмотреть, что за объект, какие градостроительные условия выданы, какая высотность, а не нарушает ли эта высотность какие-то там, да, его, соответствует ли она зонингу, соответствует ли генплану. Это можно разобраться обычному одесситу, если у него есть желание, если он бережно относится к своим деньгам. Я деньги свои не вложу в объект, если я не проверю полностью всю документацию относительно начала его строительства. Поэтому сегодня я, выступающая на сессии, говорила, что нам, возможно, да, необходима топографическая съемка, но не сейчас, когда у нас не заработана полностью система градостроительного кадастра. У нас не создан адресный реестр, у нас положение в адресном реестре 2009 года, когда мы уже, в общем-то, на сегодняшний день, в 2017 году. Для того, чтобы каждый одессит мог понимать, что возле его дома строится, на его улице, в его районе, он мог просто зайти в эту систему, открыть необходимую информацию, удостовериться, что, да, действительно, градостроительные условия есть, они не нарушают прав и интересы одесситов, да, которые там проживают. Что-то разрешительные документы выданы ГАСКом непосредственно, и, конечно же, можно вкладывать в строительство свои сбережения. Вот такой подход есть правильным и необходимым. Александр, ваше мнение, вот... Смотрите, мое мнение достаточно практичное, простое, и топографическая съемка является элементом создания градостроительного кадастра. Без топографической съемки градостроительный кадастр будет не то, что неполным, он просто не заработает. И сегодня я просто очень уважаю позицию фракции «Самопомощь», да, но когда вроде бы хотят создать какой-то элемент, да, которым будут все комфортно пользоваться и понимать, что в этом элементе, какие, какое есть наполнение, так вот для того, чтобы создать этот элемент и наполнить его именно той правильной, честной и объективной информации, нужно всесторонне подойти к ему созданию. И без денег, к сожалению, его сформировать не удастся. Сегодня прозвучало предложение со стороны, опять же, моих коллег из фракции о том, что пользоваться съемкой Google. Ну, в принципе, можно, в общем-то, пользоваться съемкой известных фотокорреспондентов. Поэтому есть определенная процедура, по которой мы должны пройти, для того, чтобы этот кадастр заработал, градостроительный кадастр. И действительно, конечная цель его создания – это то, о чем говорит моя коллега Ольга. Это действительно правдивая, откровенная, объективная информация о высотности, о критериях данного объекта, о целевом назначении Земли. То есть все то, что является наполнением градостроительной документации, все будет наполнено и видно в этом градостроительном обосновании. Как часто нужно проводить вот эту вот съемку, о которой идет речь? Потому что, ну, понятно, что она со временем устареет и, в принципе… Каждые пять лет. Вот. И насколько, да, насколько дорого будет обходиться нам этот градостроительный кадастр? Вы знаете, есть такие моменты, которые нельзя оценить в деньгах, да? Этот элемент, который, в принципе, может нам принести огромные убытки, да? То есть вот на сегодня, когда у нас стоит вопрос о том, подрезать ли нам деревья в городе, приводить ли их в допустимую высотность, которая должна быть по нормативам, возникает следующий вопрос. Говорят, это дорого, это стоит каких-то денег. Хорошо, говорю, уважаемые коллеги. Давайте тогда посчитаем убытки, которые понесет город после того, когда это дерево упадет, пройдет линию электропередач, не дай бог, покалечит кого-то или разобьет счеты имущества, и тогда мы будем с вами считать вот те прямые убытки, которые несет город. Поэтому основная задача сегодня городской власти – это работать в плановом режиме и предусмотреть и предотвратить те моменты, которые могут возникать. В любом случае, это будет стоить тех денег, которые будут стоить этих денег. То есть никто эти деньги не положит себе в карман, никто их не положит себе под стол. Есть процедура, есть так называемая тендерная закупивля в сегодняшний момент по системе Прозоров, и вся эта структура будет работать только в данной процедуре. Позвольте, да, я… Реплику. Реплику. Я еще раз хочу сказать, что первоочередной задачей на сегодняшний день не является топографическая съемка. Киев, Львов, другие города работают без обновленной топографической съемки. Для нас сейчас очень важно понимать, что строится. Вот на сегодняшний день на французском бульваре у нас происходит строительство. Мы заходим в этот градостроительный мониторинг, и не нужна мне топографическая съемка, чтобы поднять градостроительные условия ограничения, потому что они там должны быть. Их там нет. Возникает вопрос, почему? Сокрытие информации? Ну, конечно же. У нас только есть информация, что это выдан в 2014 году, и на этом заканчивается, и ставится точка. И одесситы на сегодняшний день, имея вот такую сжатую и неполную информацию, не могут использовать все формы и способы защиты своего права. Владимир, вопрос к вам. Раз мы уже сегодня заговорили о деревьях, о наших легких, было предложение, которое не прошло, придать санаторию Лермонтовский. Мы знаем, что было много, долгие судебные тяжбы, и Министерство юстиции имело виды на этот санаторий, и красные зори, в статус парков, парковых салон. Да, вот как вы голосовали, и почему бы, по вашему мнению, решение не прошло? Я поддержал этот проект. Санаторий Красной Зори, санаторий Лермонтовский. Это, наверное, те места в Одессе, которые этот вопрос озвучивался, и инициаторами этого проекта. Это те места, где в свое время высаживались деревья редких пород, потому что люди там оздоравливались. Соответственно, там, конечно же, такая парковая зона, та часть, наверное, Одессы, которая еще сохранилась вне застроенной высотными домами. Мы все помним ситуацию с Лермонтовским, с попытками захвата из Киева, с попытками его застроить. Соответственно, помним сейчас недавние пожары в Красных Зорях, и попытки его банкротства. И попытки банкротства. Банкротства. И, конечно же, очень много было обращений ко мне в свое время по Лермонтовскому. И мы принимали участие в защите его. Хорошо знаю директор, достаточно порядочный человек. Поэтому территория того же Лермонтовска является прибрежной. И я неоднократно слышал намерения застройщиков еще много лет назад. Там планировали строиться огромные высотные дома. Поэтому в избежание, конечно же, таких ситуаций, я принял решение поддержать этот проект. Вот у меня вопрос такой. Вот директора, которому вы сказали, Дмитрий Антипов, я от него не слышал такой инициативы, например, чтобы придать им статус парковой зоны именно вот санаторию. Вот почему этот статус именно должен спасти санаторий? Ну, во-первых, это как минимум поставить мораторий на застройку этой территории. Это что самое важное. То есть мы раз и навсегда дадим по рукам тем, кто пытается там что-нибудь построить, какие-то жилые дома, высотные дома, и сохраним вот эту вот территорию для тех людей, которые там проживают, для дисситов, которые могут там погулять. Потому что вы видите, что на сегодняшний день все территории скверов, парков, они сокращаются. Ольга? Вы знаете, для того, чтобы сохранить Одессу застройки, мы как раз и прибегаем к таким методам, где зеленые зоны просим наших коллег включить в перечень скверов и парков. Потом мы занимаемся землеотводом, то есть готовим землетехническую документацию, согласно которой будут установлены границы и будет предусмотрен кадастровый номер. В связи с этим уже откусить кусочек участка, не участка, а парковой зоны, либо зеленые зоны будет очень сложно застройщику. Таким образом, это очень правильный, мне казалось, алгоритм действий, который, в общем-то, позволил бы нам сохранить и красные зори в том числе. Потому что о красных зорях мы говорили неоднократно и говорили непосредственно с зачерним предприятием, которое на сегодняшний день в процессе ликвидации. И обращались в Киевскую Укрпровздравницу, взывая их к тому, что все-таки нам очень важно для Одессы, я имею в виду для одесситов, сохранить здравительный комплекс, дать рабочие места, наполнять бюджет за счет активной деятельности этого предприятия. Но, тем не менее, все осталось, к сожалению, неуслышанным. И уголовное дело, которое также было возбуждено, по моему заявлению, по факту грабежа имущества и доведения до банкротства, на сегодняшний день есть запись в едином реестре досудебных расследований. И, конечно же, мы также, наша фракция «Самопомощь» поддержала проект коллег о том, чтобы предоставить статус парковой зоны этим территориям. И самое обидное, что, вы обратите внимание, 20 голосов поддержало только этот проект. Говорит это о том, что вот эти 20 человек, вот они любят город. Так же, как мы говорили, когда голосовали за создание высшего антикоррупционного суда, так же 20 человек поддержало. Я думаю, что вот это те люди, которые действительно переживают за свой город. Александр, да, я так понимаю, ваша крупнейшая фракция не голосовала, но вы не согласны с тем, что сказала Ольга, да? Слушайте, я буду менее романтичен, а буду более практичен и по этому вопросу. Поэтому раскрою вам большой секрет. Вы не зря спросили о том отношении главврача санатория Лермонтовского к тому, что без него его женили. Я открою вам секрет. В 2015 году мы выносили такое популистское решение о предании статусу санатория Лермонтовского парка, садово, парковой, по-моему, мистецтва. То есть у нас было такое решение. И действительно первым человеком, который возмутился по этому поводу, был сам главврач. Говорит, ребята, я не понимаю, зачем это было сделано и от кого вы меня хотели защитить. То есть это решение не вступило в законную силу, потому что оно действительно на тот момент, когда была истерика вокруг этого санатория, горячие головы депутаты прошлого созыва, мы все пошли и дружно проголосовали действительно на того, чтобы защитить данный санаторий. Юридически это решение никчемно. Раз. Второе. То, что касается территории Красной Зорь. Есть балансодержатель и есть собственник этой территории. Эта территория в генеральном плане города описана как зона рекреационного назначения. Никто категорию земель не менял. Эта категория земли подтверждена зонингом преступным, как сказала моя коллега. Поэтому, вы знаете, это сродни тому, что у вас есть свой частный участок, приходят несколько сердобольных депутатов, которые особенно работают под камеры. 20, 15, не знаю, сколько их может быть. И заявляют, хочу, чтобы на этом участке был парк. А вашего мнения не спрашивают. Точно таким же образом руководитель этого санатория, возможно, имеет какие-то планы по реконструкции и строительству новых профилактических корпусов. Возможно, строительство каких-то лечебных заведений на своей территории. То есть, статус парковой зоны, все это невелико. Конечно, конечно. Поэтому я хотел бы, еще раз обращаясь к своим коллегам-депутатам, разделять рациональное от популистического и не вводить граждан в обман. То, что сегодня было произнесено представителями фракции оппозиционного блока, это именно этим и называется. Поэтому все решения должны проходить юридическую экспертизу, все проекты решения должны быть согласованы и все решения, самое главное, должны иметь путь реализации. На сегодняшний день у этих двух решений реализации не было. Более того, я скажу вам, почему коллеги не в курсе были, в 2015 году мы этот путь уже проходили по Лермонтовску. Вы знаете, я бы хотела, чтобы мы корректно друг к другу относились, сердобольные, не сердобольные. Мы любим Одессу и пошагово показываем это. Санаторий Красной Зори, как сказал коллега, имеет собственника, но собственник является только, вернее, собственником, это Укрпровздравница только тех помещений, которые сейчас брошены, в которых осуществляются поджоги, которые уничтожаются умышленно для того, чтобы очистить и застроить эту территорию. Для того, чтобы ее сохранить, нужен статус зеленой зоны, вернее, статус сквера, парка и отвод. И тогда мы ее защитим. Владимир. Знаете, прежде всего, конечно, надо руководствоваться, наверное, теми желаниями людей, которые там проживают вблизи, теми людьми, которые там работают. И, знаете, может быть, в какой-то период кто-то против, конечно, этих вопросов, а потом, когда приезжают люди с Киева и пытаются что-то отобрать, то, конечно, бегут и стучат в разные двери. Но я не думаю, что проблема со сквером помешает реконструкции профилактических корпусов, особенно тех санаторий, в котором они сейчас находятся, конечно же, желают быть лучшим. Надеюсь, что, конечно же, руководство постарается все-таки воплотить это. Ну, мы будем стараться двигаться в том направлении, к которому нам обращаются одесситы, вне зависимости, конечно же, от мнений наших сопротивных коллег и партнеров по городскому совету, наших дружеских фракций, наших коллег по другим фракциям. Давайте подводить итоги. Я попрошу еще раз студии сообщить мне результаты интерактива. Напомню, мы спрашивали у наших телезрителей, эффективно ли работал городской совет в этом году. 71 считает, что эффективно, 29 считает, что неэффективно. Ну, вот результаты для меня несколько неожиданные. По 30 секунд в режиме БЛИЦ. Ольга. Работали ли мы эффективно? Мнение телезрителей. Прокомментируйте. Это их мнение, его нужно уважать. И я считаю, что мы эффективно работаем каждый день, не только на сессиях, со своими избирателями, со своими проектами, продвигая их, они свидетельствуют о том, что мы действительно любим свой город. Просто вопрос в том, что власть у нас, как правило, не любят. Поэтому в связи с этим для меня несколько неожиданные результаты. То есть, в принципе, если бы где-то 50 на 50, я бы не удивился. Владимир. Я, конечно же, хочу поблагодарить тех людей, которые верят. Власть не городской, я прошу прощения, а в целом власть как субъект управления. Хочу поблагодарить тех людей, которые верят в городской совет, в то, что мы делаем для депутатов. Наверное, это самая важная оценка. Это оценка тех людей, которые считают, что мы работаем эффективно. Это придает сил депутату, вот как могу сказать о себе. Не хочется делать еще больше. Будем стараться оправдать доверие тех одесситов, которые в нас верят, а тех, кто не верит, будем их пытаться переубедить своей работой. Александр. Мы стараемся. Спасибо, очень лаконично. Спасибо вам большое за интересную дискуссию, за то, что, в принципе, подвели достаточно содержательно итог под сегодняшние сессии и, в принципе, рассказали одесситам, что сегодня принималось в сессионном зале. Спасибо еще раз. Спасибо. Спасибо вам. Я напомню, что у нас в гостях были Ольга Квасницкая, депутат Одесского городского совета фракции «Самопомощь», Александр Иваницкий, представитель фракции «Доверяя делам» и Владимир Корниенко, представитель фракции «Украинской морской партии», студию провел Константин Гречан и работали в прямом эфире. Оставайтесь на репортере.